Всем доброго времени суток. С вами Сергей Чураков. В этом видео я вам покажу некоторые элементы по блогу. Блог сделанный будет на конструкторе RV Site Builder. Первым делом, прежде чем начать создание блога, вы зашли в RV Site Builder. Как зайти? Смотрите предыдущее видео. Нажимаете добавить страницу. Выбираете компонент. Добавить компонент. Сюда кликаете и выбираете компонент блог. Нажимаете да. Я нажму отмена, потому что я это уже выполнил. Важный момент. Для блога вам потребуется создание базы. Смотрите в предыдущем видео, как сделать базу данных. Дальше. Вот здесь у меня уже появилось слово блог. То есть вы его напишите. Блог. Дальше. Нажимаете на шестеренку. Естественно, надо будет подключить к базе данных. Здесь тоже напишите слово блог. Описание блога. Дальше. Клик хем. То есть администратор. В общем, права администратора надо подключить. Здесь пишите имя администратора, фамилию администратора, адрес электронной почты. Дальше. Имя пользователя. Пароль. То есть вам для входа в админ панель блога потребуется, конечно, имя пользователя администратора и пароль администратора, который вы здесь укажете. И нажмите сохранить. После этого идете в раздел админ панели. Так. Сейчас я вам покажу, как я сюда перешел. Минутку. После этого, значит, нажимаете публиковать, чтобы ваш блог был уже опубликован на сайте. Выбираете домен необходимый и нажимаете публиковать. Сайт публикуется и дальше у вас появится вот такая кнопочка с названием блог в менюшке. Нажимаете блог. Блог, естественно, пустой. Надо зайти в редактирование. Значит, данный блог сделан на конструкции, на движке Serendipity. Вот здесь внизу я уже убрал слово и иконку Serendipity, поэтому перейти к администрированию, редактировать. Все. Зашел в администрирование Serendipity. Вот перед этим входом система запрашивала у меня логин и пароль, которые надо было указать, конечно, вот здесь, аккаунт администратора. Далее. Здесь есть плагины. Здесь есть плагины. Здесь надо сделать настройку. То есть, настройку начальной страницы. Дальше личные настройки. Здесь указываете язык. Выберите язык интерфейса для вашего блока. Указываете, как вы уже понимаете. Я поставил русский. Дальше. Больше тут особо ничего не надо указывать. Но вот этот селектор поп-ап может быть в дальнейшем пригодится вам. И нажимаете сохранить. Далее. Раздел конфигурации. Вот в разделе конфигурации я, по-моему, даже ничего не указывал. Постоянные ссылки. Так. Общие настройки. А, вот. Общие настройки. Имя блога пишите. Как хотите. Описание блога. Дальше. Емейл адрес вашего блока пишите. Использование подписанного. Так. Использовать. Позволять пользователю подписываться на вашем записи. Да. Пускай будет. Так. Далее. Внешний вид. Так, так, так. Тут я вообще ничего не менял. Настройки конвертации изображений. Использовать ImageMagic. Нет. В общем, я больше ничего не менял. А. Можно еще добавить Media Keywords. То есть Keywords. Ключевые слова вы здесь добавите. Но я вам сейчас покажу, как в другом месте добавить та же Keywords. Далее. Настройка плагинов. Настройка плагинов. У нас есть плагины с правой стороны. Где там? Блок. Блок. Вот с правой стороны. Это все плагины. То есть календарь, там быстрый поиск, архивы, категории. Категории я уже сам указывал. Дальше. Новостные ленты, RSS, Atom, RSS 2.0 и FeedBanner. И так далее. То есть здесь все можно подключить. Также есть возможность добавить плагины. Значит, как они добавляются. Они добавляются очень просто. Путем элементарного перетаскивания. Вот. Раз. Добавили. Так. Удалили. Сюда добавили. И естественно, после того, как вы сделали все манипуляции, нажимаете сохранить кнопочку. Значит, с правой стороны это плагины, которые будут видны визуально. Но есть у нас еще плагины, так называемые event-плагины. Это плагины событий. Актив это активный плагин. Инактив неактивный плагин. Плагины события. Вот они здесь поставлены уже. Если вам мало плагинов, можно добавить плагины здесь. Путем простой установки. Значит, если вам нужны event-плагины. Кликаете сюда. Установите новый event-плагин. И выбираете нужный вам плагин. Тут описание есть. Переведете на русский язык. То, что уже установлено, будет вот так выглядеть. То, что не установлено, будет вот так выглядеть. Чтобы установить, наводите мышки и нажимаете установить. Если вам это надо, значит устанавливается. Также можно все эти плагины по списку отфильтровать. То есть, редактор, шаблоны, работа с записями, внешний сервис, разметка, статистика, все категории. И, допустим, новые. Видите, новых нет у меня сейчас. Дальше. Если с правой стороны вам еще нужны плагины, значит, вверху плагины боковых панелей. Также можно, допустим, с левой стороны поставить. Либо спрятанную. Нажимаете здесь, если надо, дополнительно установить плагины. И выбираете, которые вам нужны. Обращаю внимание, здесь часть переведена на русский язык, часть на английском языке. В принципе, проблем я в этом не вижу. То есть, тут можно HTML-код, допустим, ставить и синхронизация сделана с помощью и так далее. Плагинов много. Если этих плагинов вам мало, значит, идете в раздел на сайт Serendipity. Как на него перейти? Начальная страница. Serendipity Homepage. Вот сюда переходите. И здесь, вот вверху, плагин. Здесь есть слово AllEventPlugin и он SlideBarPlugin. Сайдбар плагин это боковые плагины. А AllEvent это плагины события. Если, допустим, надо какой-то плагин, вы выбираете. Тут плагинов очень много. Я листал. Очень-очень много. Как плагин устанавливать отсюда? Вы выбрали, что вам нужно. Какой плагин? Нажимаете Download, скачали. И далее через C-панель. Через C-панель вы нашли раздел файлы, диспетчер файлов. Выбрали нужную вам корень документов. То есть, корень сайта. Нажимаете Перейти. И далее, вот у меня блог находится в домене DomLand. Значит, в этой папке я ищу раздел BlogWeb. В БлогWeb закажу. И здесь выбираю плагин. Плагинс. В этом разделе Плагинс находятся все плагины. Сейчас я буду устанавливать плагин с тегами. Теги, теги, теги. Так. Так. Фейсбук это так. Так. Следующий. HTML это так. HTML это так. Сейчас я вам покажу, что это такое. Допустим, перевести. Устанавливается, что HTML это ключевые слова, теги, описание, заголовки, элементы для отдельных страниц входа. И ключевые слова мета по умолчанию. Написание тегов для страниц без отдельных входа. То есть, вам нужен будет вот этот метатег. Это для поисковой оптимизации. Нажимаете download, скачиваете. После того, как вы скачали, заходите в раздел, где я вам указал блок веб-плагинс. И сюда вам надо загрузить. То есть, передать. Здесь нажимаете обзор фарм. Селебитики. Event Meta Desk. Вот он, этот плагин. Нажимаю открыть. Complete, download, так. И далее, этот архив надо распаковать. Правая клавиша щелкнули. Extract. Extract. Вуаля. Получается, вот путь, куда распаковывается. Селебитики. Метадеск. И дальше, вот в этой созданной папке, окончание, это все содержание. Нажимаем blocks. Все. Плагин установлен в систему. Теперь, если вам надо установить, значит, это будет плагин Event. Нажимаю на плагин. Установить Event. И мета так. Вот он плагин. HTML MetaTag. И нажимаю Actions. Короче, в общем, сохранить. Все. Плагин установлен. И теперь, допустим, делаю новую запись. И обратите внимание, у меня теперь появился HTML MetaTag. Здесь метод Descriptions, Meta Keywords и HTML Patch Element. То есть, вот он, это плагин MetaTag установлен. Здесь пишите, здесь пишите заголовок, здесь пишите текст сообщения, начальное. Здесь пишите полностью ваше сообщение в блоге. И после этого все нажимаете сохранить. Да, кстати, можно здесь еще по категориям разбить. Обучение, презентация, промоушеное и так далее. Вот я еще один плагин оставил. External Properties for Entries. И здесь тоже свои фишки есть. В общем, конструктор довольно-таки гибкий. Очень много всяких функций. Возможностей много. Подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Чураков. Следите за новостями. Будет много фишек. Много возможностей по заработку. Много технических фишек я даю. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok